Старшеклассникам предложили представить себе недалекое будущее, 2033 год. По легенде, ребята работают в секретном конструкторском бюро «Орбиталь», где разрабатывают межпланетный крейсер. Перед ними стоит задача спроектировать модуль, проверить чертеж на наличие возможных шпионских разработок, привести документацию в соответствии с требованиями единой конструкторской космодокументации и утвердить у главного конструктора. Мы намеренно погрузили ребят в ситуацию достаточно затруднительную. Некоторые из них первый раз увидели чертежи. И все-таки я надеюсь, что они успешно пройдут все задания, и у них отложится очень хорошая история успеха. Может быть, те, кто способны к этой профессии, действительно ее в последующем выберут и построят свою карьеру в нашем федеральном российском ядерном центре. Сегодня инженер-конструктор – одна из самых востребованных профессий на рынке труда. Как правило, конструкторские специальности есть во всех ведущих технических вузах. Однако во многих школах такой предмет, как черчение, отсутствует. И участие в атласе профессии станет для ребят важным и полезным опытом. Человек, который, наверное, когда-нибудь надеется связать свою жизнь с техническими профессиями, должен иметь все-таки какое-то некоторое представление о железках вообще. И если вот сейчас ему это не нравится, то, наверное, ему надо подумать о другой профессии. Артем Белавин в прошлом году уже принимал участие в проекте. И в этот раз, как признается молодой человек, было не менее сложно и интересно. Из того, что я узнал, это то, как строится день инженера. Раньше в представлениях это было просто то, что человек приходит на работу и работает. А сейчас нам рассказали про то, как все происходит более подробно, и как это все еще интереснее, насыщеннее. Главная задача, которая стоит перед организаторами проекта, это профориентация старшеклассников. Поступая в институты, молодые люди часто не представляют, чем будут заниматься на работе. Благодаря участию в атласе профессий, школьники начинают более осознанно подходить к выбору профессионального пути. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.